Конвертировать форматы – это хорошо, но хотелось бы ещё управлять параметрами при конвертации. В этом видео я познакомлю вас с некоторыми из них. Предположим, что у нас есть видео со звуком, от которого мы бы хотели избавиться. Есть видео и есть аудиодорожка. Чтобы исключить аудио из результирующего файла, используется ключ .an. Теперь в видео есть только одна дорожка – аудио отсутствует. Но обратите внимание, у нового видео изменился битрейт. ffmpeg убрал аудиодорожку, но при этом перекодировал видео. Чтобы скопировать дорожку как она есть, используется ключ .copy. Обработка прошла мгновенно, потому что теперь в программе достаточно просто скопировать поток без каких-либо преобразований. Сейчас битрейт 1757кбит в секунду. В оригинале точно так же, а в первом видео – 1552кбит. Кстати о самом битрейте. Предположим, есть такое видео. Его битрейт почти 2.5Мбит в секунду. Чтобы его изменить, используется ключ .bV . Чтобы было заметнее, я укажу битрейт поменьше – 1Мбит в секунду. Качество немного снизилось, а вместе с ним стал меньше и размер самого файла. Битрейт теперь 1041кбит в секунду. То же самое можно применять и для аудио. Есть флаг с битрейтом 1456кбит в секунду. Нужно его сконвертировать в mp3. Для указания битрейта аудио используется ключ .bV . Поставлю 56кбит в секунду. Плохое качество было лишь для наглядности. Естественно, в большинстве случаев вам понадобятся 320, 256 или 192кбит в секунду. Ещё один немаловажный параметр – фреймрейт – количество кадров в секунду. Это видео с 60кбит в секунду. Чтобы изменить этот параметр, используется ключ .r от слова . Например, 25кбит в секунду. Как видно, фреймрейт изменился. Осталось рассказать об изменении разрешения видео. Сейчас видео в Full HD, т.е. имеет размер 1920x1080. Чтобы его изменить, используется ключ .s. .s. Поставлю 640x480. Размер видео уменьшился в 3 раза. .s. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok